Время, которое было бы объединить союзников вокруг себя на новом историческом витке. Но ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что НАТО – это рудимент прошлой эпохи, эпохи Холодной войны. Нам все время на этот счет отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста. Встреча президента Финляндии и Турции, премьер-министра Швеции и генерального секретаря НАТО накануне саммита организации в Мадриде завершилась сенсацией. Турция отказалась от своего вета на присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Что хотят, то и делают. То, что президент Реджеп Таип Эрдоган, обвинявший северные страны в поддержке терроризма, может изменить позицию, говорили практически с первых дней после заявлений турецкого президента. Но мало кто ожидал, что это изменение произойдет так быстро, что уже на встрече в Мадриде удастся начать процесс присоединения. Тезис о том, что мы боролись против расширения НАТО за счет Украины, а теперь это получили за счет принятия Швеции и Финляндии, он не имеет под собой каких-то серьезных оснований. Потому что для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО – это совсем не то, что членство Украины в НАТО. Это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис, чтобы показать, ага, вот Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет, это совершенно другая вещь. И мы отдаем себе в этом отчет. И они это понимают. Но для того, чтобы здесь подменить эти понятия, показать, что Россия не добивается нужного нам результата, этим нас в заблуждение не введут. Ну, хочется Швеции и Финляндии пусть вступают. Знаете, у нас есть такие грубые анекдоты, потому что Финляндии вступил в одно место, теперь в другое. Это их дело. Сказать, куда хотят, туда и вступают. Украина совершенно другое. Значит, из Украины начали делать антироссию, плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскрывать саму Россию. Или бороться с русской культурой, с русским языком. Начали преследовать людей, которые чувствуют себя частью русского мира. Ничего подобного в Финляндии, в Швеции нет. Это совершенно другая ситуация. Ну, хотят, пусть вступают, пожалуйста. Ну, вот где цинизм, высший проб. Фактически теперь, после Мадрида, должен начаться процесс одобрения этого вступления парламентами каждой из стран НАТО. После того, как президент Турции отозвал свое вето, этот процесс, вероятно, может не вызывать дополнительных сложностей. Сейчас, вероятно, наблюдатели будут обсуждать, кто оказался главным бенефициаром турецкого согласия. Сам Эрдоган или его коллеги из Финляндии и Швеции. Нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит. Но уверен, на самом деле, главный бенефициар – это евроатлантическая солидарность. Если бы президент Турции стоял на своем, на саммите в Мадриде, говорили бы не о единстве, а о разобщенности НАТО перед лицом новых угрозы на фоне войны России против Украины. И тогда главным, кто оказался бы в выигрыше, думаю, был бы пересидент России. Но Путин проиграл. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. Не знаю, насколько это очевидное политическое поражение стало для российского пересидента сюрпризом. Если Владимир Путин надеялся, что на его границах будет меньше НАТО, на его западных границах, в результате его незаконного вторжения на Украину, он оказался абсолютно неправ. У него будет больше НАТО. Это исторический саммит. Во многих смыслах к нам присоединяются две новых страны – Финляндия и Швеция. Это большой шаг для нашего альянса. Сейчас мы будем обсуждать, что мы, как альянс, можем сделать для еще большей поддержки Украины. Думаю, любой грамотный аналитик мог бы объяснить российскому пересиденту, что его успехи – это последнее, в чем заинтересован президент Турции. Эрдоган прекрасно помнит, что именно Путин нарушил международное право. Ничего здесь с этим не поделаешь. Эрдоган может улыбаться Путину, поддерживать с ним контакты и даже принимать в Турции российского олигарха Романа Абрамовича, использующего ситуацию для спасения своих и путинских миллиардов. Но уверен, Эрдоган прекрасно помнит, что именно Путин нарушил международное право, когда оккупировал Крым и когда решил изменить баланс сил в Черном море, что ставит под вопрос уже саму безопасность Турции. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот еще вопрос. Не говоря уже о том, что в стране, где живут миллионы потомков-выходцев из Крыма, вопрос фактического притеснения оккупантами крымских татар и запретами джилиса крымско-татарского народа – это вопрос даже не внешней, а внутренней политики. Чушь какая-то, понимаете? Думаю, не менее болезненной для турецкого президента стала дестабилизация соседней Сирии, которой с видимым удовольствием занимался его российский коллега. Мы часто говорим о миграционном кризисе в Европе, связанном с наплывом сирийских беженцев, покидавших разоренную войной Асада и Путина страну. Но основное количество беженцев из Сирии приняла Турция. Вряд ли Эрдоган благодарен за это Путину. Заряжет исчезнущий. Да, возможно, турецкому президенту импонирует политический стиль российского правителя. Но стиль и интересы – все же разные вещи. Разница есть. Согласившись со вступлением в НАТО Финляндии, Эрдоган, похоже, нанес Путину чувствительный удар. Вопрос даже не в том, что такое расширение альянса – проблема для безопасности РФ. Вопрос в том, что российская пропаганда, да и сам Путин, кричат об этом постоянно. Да, не банкит у меня! И вот теперь оказывается, что в НАТО собирается вступить страна, которая имеет протяженную общую границу с Российской Федерацией. И Кремль, ну, практически ничего не может этому противопоставить. Ничего себе! Даже у самого большого сторонника Путина могут появиться сомнения. Почему же на виртуальное вступление в НАТО Украины нужно было отвечать войной, а на вполне реальное вступление в НАТО Финляндии и Швеции – только с заявлениями? «Поставят на Украине гиперзвобовое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Значит, не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства». Может быть, дело отнюдь не в НАТО? Да, видимо, дело не в НАТО. Конечно, нет. Дело в очевидном стремлении Путина – оккупировать Украину и дестабилизировать Запад. Ну и почему же это должно устраивать Эрдогана? Во-первых, решение принять Швецию и Финляндию демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это демонстрирует, что президент Путин не добился успеха в том, чтобы закрыть двери НАТО. Двери НАТО по-прежнему открыты. Это также демонстрирует то, что мы уважаем суверенное право каждой страны выбирать свой собственный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok